всем привет мне впервые пришла вот такая огромная посылка весом 17 килограмм сейчас откроем и посмотрим что в ней посылка шла со склада в россии и доставлена в тверскую область за неделю это очень быстро могу упаковано в две коробки видели когда-нибудь такую пузырчатую пленку воздушные пузыри здесь просто огромные любителям понравится будет чем заняться в перерыве ну ладно это и отвлёкся во уже кто-то помог с распаковкой придется сказать уже что это 3d принтер jg аврора a5s здесь нам говорят что имеется черная алмазная платформа предельная точность защита от сбоев питания и сенсорный экран высокого разрешения 3d принтер предоставлен для обзора официальным магазином jg аврора на алиэкспресс ссылку на страницу товара я оставлю в описании под этим видео давайте наконец-то приступим к содержимому коробки тут сразу видим листок с информацией по поддержке пользователей здесь похоже что коробку уронили на угол приятно что в комплекте к принтеру идет катушка с прутком весом 250 грамм упаковка вакуумная пластик и лэй цвет оранжевый катушка довольно увесистая очень качественная и прочная в этой листовке говорится что перед отправкой приведено множество испытаний а в этой краткой инструкция по сборке и настройке на английском и китайском языках основание очень тяжелое выглядит добротно держатель филамента полностью металлический небольшая коробка с аксессуарами и инструментами достаем раму принтера больше в коробке ничего нет посмотрим что идет в комплекте кабель питания sd карта на 8 гигабайт с переходником на юсби на ней есть вся необходимая информация по сборке и настройке принтера а также программное обеспечение небольшой комплект крепежа гарантийный талон всего лишь 4 шестигранника зажимы для крепления стекла к столу запасное сопло диаметром четыре десятых миллиметра юсби кабель для подключения принтера к компьютеру и защита для кабеля удаляем упаковочную пленку тут нас сразу предупреждают что нельзя снимать синюю ленту так как она используется чтобы избежать поломки платформы или сопла при начальной калибровке стола с правой стороны основания расположен юсби порт для подключения принтера компьютеру две прорези для рамы отверстие для дополнительного крепления рамы и три разъема для подключения проводов на передней панели расположен сенсорный экран и слот для подключения sd-карты на левой грани прорези и отверстие для крепления рамы а также провода для нагревательного стола сзади кнопка включения и разъем для подключения питания мощность 300 ватт ходовые шпильки и направляющие смазаны хорошо но на них есть некоторое количество пыли и налипло много мелких крошек от пенопласта движение по оси z осуществляется при помощи двух шариковинтовых передач и двух моторов рекомендую пройтись по всем направляющим бумажным полотенцем удалить всю пыль затем смазать удаляем упаковочные материалы радует что все аккуратно организовано все провода в оплетках и гофрах закреплены стяжечками к раме и ничего нигде не болтается очень технологично сделано по инженерному также обратил внимание что все разъемные соединения зафиксированы термоклеем для надежного контакта просто восторг теперь про недостатки рама сделана из тонкого металла толщиной 1,3 миллиметра и получается довольно хлипкая конструкция но в целом когда основание соединяется с рамой устойчивость и жесткость повышается что вполне достаточно для хорошей печати все-таки во время работы принтер не испытывает поперечные нагрузки не удалось вставить основание обнаружил с правой стороны небольшой изгиб вот этой перекладины выправил деформацию легким движением руки теперь можно приступить к сборке устанавливаем так чтобы прорези основного блока совместились выступами на раме все делается достаточно легко далее берем малые винты и прикручиваем раму к основанию с двух сторон но не до конца теперь поворачиваем принтер на бок и снизу прикручиваем раму к основному корпусу четырьмя большими винтами сразу можно убедиться что на блоке питания установлено нужное напряжение делаем так чтобы рама стала перпендикулярна поверхности стола и затягиваем боковые винты подключаем раму к основному блоку видимо во время неудачной транспортировки погнулось крепление мотора экструдера это никак не будет отражаться на работоспособности принтера но все же я немного выправил его рукой крепим держатель катушки тремя винтами и на этом сборка принтера окончена дизайн у принтера конечно классный а вот еще забыл установить защиту от повреждения проводов последние штрихи ослабляем винты крепления стола и аккуратно вытаскиваем уплотнитель я не выдержал и оторвал пленочку от экрана выглядит красиво пару слов об экструдере здесь установлен боуден экструдер версии опять с мотор перенесен верхнюю часть принтера что уменьшило длину трубки для подачи пластика примерно на 16 сантиметров это должно сделать ретракты более точными и улучшить качество печати печатающая головка очень компактная и легкая что позволит печатать на более высоких скоростях вентилятор охлаждения хот-энда и детали довольно шумные обдув детали нормальный но односторонний и его может быть недостаточно для тонких элементов модели лучше со временем заменить систему обдува поставить кулер улитку и распечатать другой воздуховод подсоединяем кабель питания и включаем принтер загружается примерно секунд за 5 сразу проверил версию прошивки первым делом нужно убедиться в корректной работе осей и концевиков с осями x и y все нормально а вот ось z не реагирует придется разобрать принтер и заодно покажу что там внутри отключаем принтер и выдергиваем кабель питания откручиваем три винта удерживающие крышку далее нужно свесить со стола и открутить две передние ножки правда я сделал немного по-другому аккуратно выдвигаем верхнюю часть корпуса на себя нужно чтобы верхняя защитная пленка плавно отлипла от экрана также передняя панель должна выйти из зацепления с основанием корпуса кладем какой-нибудь уплотнитель между рамой и столом еще понадобится веревка чтобы подвесить верхнюю часть так будет удобнее работать внутри также порядок все провода промаркированы и зафиксированы стяжками блок питания 24 вольта 15 ампер так выглядит плата дисплея с кардридером в отличие от предыдущей версии принтера в а5s установлена материнская плата с 32 битным микропроцессором что повысит скорость обработки данных в этой плате встроены драйверы двигателей а 5984 которые должны обеспечить более тихую работу моторов подключение внешних проводов организовано через отдельную плату это очень удобно в этой версии она удлинена чтобы не мешать проводам блока питания теперь вернемся к вопросу оси z всего лишь отошел разъем подключаем его обратно должно все заработать пока разобрали можно сразу проверить натяжение ремня и подтянуть если это нужно также проверить направляющие на наличие смазки и пыли и обслужить соответствующим образом что интересно крепление концевиков оси y и z напечатаны на 3d принтере разъем двигателя оси y также зафиксирован клеем отвязываем веревку и все устанавливаем на место отлично ось z двигается в нулевое положение забегая вперед скажу что направляющие оси z довольно податливые и возможно потребуется напечатать пару деталей для стабилизации сначала можно печатать на синим скотче а потом его снять и печатать на стекле откалибруем стол нажимаем на первую точку берем листа 4 и при помощи регулировочного винта добиваемся того чтобы он проходил между соплом и столом с небольшим сопротивлением далее 2 3 4 точки затем повторяем круг возможно придется это сделать несколько раз и только потом проверить зазор в пятой точке если возникнет необходимость в регулировке уровня концевика то для этого имеются специальные отверстия правда такого длинного ключа в комплекте нет понадобится определенная сноровка чтобы сделать это сбоку пару слов о держателе катушки он рассчитан на бобины толщиной не более 74 миллиметров например килограммовые катушки от fd пласт слишком толстые можно конечно их так вешать но как-то ненадежно в одном из следующих видео покажу что я придумал далее заправим пластик это делается очень легко бокорезами откусываем филамент под углом и вставляем в экструдер проталкиваем пруток до упора меню принтера выбираем set затем change нажимаем in принтер начнет разогревать сопло примерно до 190 градусов затем автоматически начнет заправлять пластик в начале нужно немного протолкнуть пруток рукой чтобы подающая шестерня его зацепила потом скорость подачи немного уменьшится и через некоторое время из сопла выйдет расплавленный пластик если этого не произошло то в меню принтера нужно нажать экструд выбрать подачу скорость и нажимать кнопку in до тех пор пока из сопла не появится пластик хочется отметить что эта температура подходит только для пла пластика если вам нужно заправить например abs тогда нужно предварительно разогреть сопло до температуры 240 градусов все готово теперь можно приступать к печати я выбрал на sd карте калибровочную модель скажу пару слов о сенсорном дисплее экран очень контрастный чувствительный претензий к нему нет меню интуитивно понятное не понравилось отображение названий файлов показано буквально несколько первых букв иконки в данном случае не особо нужны наверное другая прошивка решит этот вопрос во время печати отображается вся информация кроме скорости печати чтобы ее узнать или изменить нужно сделать несколько нажатий в меню самый главный минус сенсорного экрана в том что невозможно быстро изменить скорость печати энкодером это делается за секунду а здесь нужно несколько раз тыкнуть в экран в остальном сенсорный дисплей очень удобен в повседневном использовании к энкодеру возвращаться не хочется кстати область печати принтера составляет 305 на 305 на 320 миллиметров сам стол имеет размеры 310 на 310 миллиметров разогрев стола до 70 градусов занимает примерно 5 минут в целом модель получилась неплохо укладка слоев ровная но есть небольшое расширение детали по углам возможно причина в пластике или в настройках покажу вам платформу это черное термостойкое стекло со специальным покрытием которому липнут все виды пластика без каких-либо составов для улучшения адгезии просто протерли спиртом и можно печатать кстати сам подогреваемый алюминиевый стол имеет толщину 2 миллиметра а стекло 4 миллиметра закрепим его специальными скобами которые идут в комплекте идеально откалибровать стол мне не удалось стандартный лист а4 имеет толщину 0,1 миллиметра вот примерные значения которые у меня получились то есть максимальная разница в разных точках измерения составила одну десятую миллиметра что в пределах нормы поддержка мне ответила что допустимое искажение до 0,3 миллиметра напечатал калибровочную модель толщина первого слоя две десятых миллиметра скорость 15 миллиметров в секунду но если есть очень мелкие детали как здесь то лучше ставить еще меньше иначе может не пропечататься пока стол горячий деталь оторвать довольно трудно при остывании модель легко отделяется нижняя поверхность очень классная получается блестящая и рифленая для эксперимента я вырезал и установил 3 миллиметровое стекло удалось его откалибровать практически идеально принтер работает довольно тихо звук моторов очень тихий благодаря новым драйвером вентиляторы шумные но это вопрос решаемый самый неприятный звук это дребезжание при движении каретки по оси x пытался смазывать линейные подшипники но это не помогло так что вопрос открытый если вы знаете в чем может быть проблема напишите в комментариях теперь проверим работу датчика окончания филамента значит принтер печатает печатает и вдруг кончился пластик если мы не предпримем никаких действий то после этого принтер должен отключить нагрев через один час принтер издает звуковой сигнал и выводит сообщение на экран нажимаем change затем out после этого остатки пластика выйдут наружу датчик представляет из себя обыкновенный концевой выключатель заправляем пластик и нажимаем in помогаем прутку зайти в экструдер принтер возвращается в точку окончания печати нажимаем старт и печать продолжается проверим возобновление печати после отключения питания принтер спрашивает продолжить прерванную печать нажимаем да отлично все работает покажу вам несколько примеров печати этот рыбак напечатан со скоростью меньше 10 миллиметров в секунду с использованием поддержки получилось отлично сейчас покажу его лодку хотел снова распечатать этот пресловутый кораблик бенчи но он уже так надоел я решил использовать другую модель корабля печатался на скорости 100 миллиметров в секунду мелкие стойки получились не очень хорошо в остальном же модель распечаталась великолепно подведем итоги 3d принтер jg аврора опять с печатать что называется из коробки и печать получается довольно неплохая в принципе я старался рассказать обо всех плюсах и минусах этого принтера который сумел найти более подробная информация будет в описании принимать решение о покупке конечно же вам ссылочку на принтер оставлю в описании под этим видео приобретая что-либо по моим ссылкам вы очень помогаете развитию канала благодарю на создание ролика ушло больше недели и я буду рад если вы оцените ролик и напишите комментарий и я буду счастлив если это видео оказалось для вас полезным увидимся следующих роликов всем удачи пока удачи 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 Продолжение следует...